Книжные полки магазинов и библиотек Карачаева-Черкесии недавно пополнились рядом печатных новинок, которые вобрали в себя публикации большого количества иностранных источников, посвященных истории Северного Кавказа и в особенности черкесов. Рассказывает и собирает тексты в архивах библиотек и музеев России, европейских стран и Соединенных Штатов, Штатов, кандидат исторических наук Корольби Мальбахов. Он презентовал свои труды читательской аудитории Карачаева-Черкесии, послушала автора и Фатима Даурова. Бороться и искать, найти и обнародовать. Немного переиначивая, знаменитые слова героя романа Вениамина Каверина «Два капитана» Сани Григорьева, можно описать работу, которую ведет ученый-исследователь, историк Корольби Мальбахов. Весь его творческий потенциал сейчас направлен на поиски и перевод иностранных документальных источников, хранящихся в библиотечных и музейных фондах Европы и Америки, освещающих историю Кавказа и, в частности, адыговую их культуру. Спокойно, каждый день можно 10, 5, 20 при желании нового материала найти в библиотеках западных. Если ты знаешь языки, пожалуйста. Знание английского и французского языков помогает Мальбахову переводить найденные документы и собирать их в тематические сборники. Среди последних находок и книга писателя в эмиграции Сергея Курнакова «Дикие эскадроны», которая вышла в свет в 1935 году в США. Но до читателя исторический источник дошел только сейчас благодаря поисковой работе Корольби Мальбахова. Автор написал о том, как служил в черкесском полку «Дикой дивизии» и как горная кавалерия участвовала в военных действиях. Вместе с ним в сборник вошло произведение «Дневник одного писателя» Ивана де Шайека, сына подданного австро-венгерской короны, служившего наставником детей князя Владимира Романова. Это повествование о спасении в Кабарде братьев императора, княжеских сыновей Бориса и Андрея в начале прошлого века с семьей Мурзабека Конова, который спрятал и приютил их у себя. Переводы обоих произведений на русский язык были сделаны впервые. Как говорит историк, именно случайность – причина начала его исследовательских работ. Случайно, будучи в столичной библиотеке, встретил, допустим, того же Джеймса Белла, двухтомник, узнал, что это не имеет перевода, взялся, перевёл. В общем, всё случайно. Потом это понравилось, и всё. Весь цикл издания объединён в серию «Мир черкесов», которая вмещает в себя богатый материал, ранее неизвестный отечественному читателю, охватывающий большой пласт истории черкесов на мировой арене. Я собрал такой архив, что вряд ли до конца жизни сумею перейти цифру 1% того, что требовалось бы перевести на русский язык, сделать доступным читателям. Такой огромный материал. Пришедшие на презентацию книг ещё долго не отпускали автора, задавая интересующие вопросы. Многие факты из истории черкесов впервые были услышаны ими, и они пользовались случаем впитать в себя как можно больше информации из уст корольбия Мальбахова. И каждый из них ушёл вместе с книгой с автографом исследователя. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия.